Итак, дамы и господа, действительно мы сейчас будем смотреть игру Probo против Blay. С вашего позволения, фоном будет идти как раз музыка с основной трансляцией, потому что тут англоязычные комментарии, которые, наверное, нам будут мешать. Счёт 0-0, это B105 противостояние украинского зерга и австралийского протаса. Ну и в этой битве, в этой битве, конечно, нам очень хочется видеть победителем Александра Свисюка. Аргент, вот давай почистаку, ты что-то знаешь про Probo? Хороший вопрос, но нет. Вот вообще ничего, я впервые... Ну я понимаю, что это что-то... То есть мало того, что я впервые вижу этот никнейм, я впервые вижу этот клан-тег. То есть это вдвойне неизвестный какой-то человек. Тем временем приём террасы, что очень радует, наверное, всех фанатов Blay, потому что карта жутко благоволит зергам, не только золотом фёрста, а вообще просто... Не важно даже, какая база. Вторая, третья, четвёртая хэтчери, поставленная на золоте, принесёт вам шикарный инком. Причём, честно говоря, я чувствую себя, как будто я могу кататься лицом по клавиатуре и обыгрывать ладерных протасов. Так что, господа, если вы за аркой, вы играете на прямом террасах, можете против протаса на равный скилл делать что угодно, любую чушь, любую импровизацию. Она сработает просто, потому что у вас тонна денег. Ну, не знаю, не знаю, я не готов с этим согласиться, зато я готов подписаться под любой фразой, которая будет характеризовать Blay как агрессивного зерга, который с самого начала будет донимать протаса вот такими приколами. Смотрите, как классно зажат сталкер, после уничтожения пилона ещё и сталкера забирает почти на ровном месте Blay. Вот это то, что украинский зерк умеет, ну, едва ли не лучше всего во всём втором Старкрафте. Он очень здорово в начале игры умеет получать преимущество на вот таких вот мелочах. И, ну, вы знаете, наверное, уже вся Европа, вся Америка и даже почти вся Корея знает, как играет Blay. Но, вот, боюсь, в Австралии, конечно, о Blay ещё ничего не слышали. Поэтому неудивительно, что для Проба, похоже, вот эти вот зерганги стали неожиданностью. Теперь самое главное, чтобы для Blay не стало неожиданностью Dark Shrine, который строится сейчас у протаса. Знаешь, что меня бесит? Я никак не могу убрать вот эти вот надписи а-ля Base Trade TV со своего экрана. Там, эту нижнюю панель, верхнюю панель твича, они мне почему-то не убирали. А ты через лайвстример открыл? Да, конечно, нет. А, я понял. Ну, ладно, вроде бы. Иногда исчезает, иногда нет, неважно. В общем, Blay шикарно разведал оверлордом, за что ему респект, уважуха и прочь. Он видел Dark Shine, да? Конечно, он увидел Dark Shine и развернулся. Три спорки, но оверлорд, к сожалению, не спасется от этого сталкера и просто обгадит своими останками эту базу на золоте. Есть Proxy Gateway, Proxy Pilon с Proxy Gateway у Probe, но спорки уже практически готовы. Dark еще даже не варкнуты и два Stargate резко ставят Probe как фоллоуап после Хараса дарками. Такая попытка перестроиться в какой-то стандарт с учетом того, что уже вложена куча газов дарков, которые еще сейчас наварпаются. По-моему, сейчас правильным решением для Probe будет просто не варпать дарков, а оставить Dark Shine как есть, потому что, ну, какой урон они нанесут. Ну, заморфить Вархона. И, по-моему, так пробы поступают, ни одного дарка на карте не появилось. Правильное, в принципе, решение. На такой ситуации Блай же, просто король на своих трех базах, может, в принципе, даже в ближайшем будущем пойти поставить четвертую, но ждет, пока доморфится лейер, пока появится мобильная детекция, пока он сможет получить обратно себе этот контроль карты. Probe же, в свою очередь, строит масс фениксов, так сказать, рассчитывая на то, что пилоны его прижмут и вот шпиль ставят. Блай, я не уверен, что он разведал. Ну, Блай вообще очень любит играть с моталийсков. Кстати, огромное спасибо Димику88 за подсказку в чате на Hitbox TV. Он пишет, что Блай играл с пробом на прошлом DreamHack, так что в Австралии уже должны были что-то слышать о нашем украинском зерге. И Блай там выиграл, вроде бы, со счетом 2-1 в битве со своим нынешним соперником. Ну, вот, будем надеяться, что сегодня Блай играет не хуже. Пока у Блая есть определенные проблемы, как это ни парадоксально, с отбитием от Дарка. Но он всего лишь сильно пробил Хэтчри. Тем не менее, не погибла она, и это очень здорово. Тут еще 4 адепта, которые телепортируются на золотую локацию, ту, которая уже давно готова. И пытается здесь пробу что-то наубивать. Но в итоге дается ему только один рабочий, насколько я понимаю. Поэтому, в принципе, все бы для Блая хорошо, если бы он точно представлял себе то, чем занимается его соперник. А именно, Роботикс, Чардж, ну и, конечно, два Старгита Феникса. Феникс и Феникс автоблай в целом видят. Но нужно ему понимать, что и дальше готов очень опасный переход у Протаса. Потому что, например, Чардж Зилоты, вот против того состава армии, который сейчас есть у Блая, будут очень опасны. И особенно опасен будет Харас Варпризмой с Чардж Зилотами. Ну, Блай же, в свою очередь, какого-то рандомного Караптера заказывает. Продакшн 9 Караптера... Это Караптеры для того, чтобы справиться с Фениксами, и затем перейти в Муталисков, потому что Блай это... Блай очень любит Муталисков и не хочет их терять. Да, Блай это игрок, который... Стиль которого в ЗВП во многом завязан на использовании Муталисков, особенно на картах вроде Террасы Приона. Мне вспоминается, кстати, одна из игр Блая против Партинга, вроде бы на этой карте, как раз вот на одном из прошлых Дримхаков, вроде бы, когда Блай очень классно держался против Партинга. Именно за счет Масс Воздуха. Ну, в общем, сейчас мы посмотрим, делается Хайв. Это тоже подготовка под Масс Воздух, под конкретно Вайперов. И, на мой взгляд, Блай будет играть дальше вот просто Масс Воздух, Караптеры, Муталиски, Вайперы, по земле Роучи и Зернинги. Вообще, у Блая очень интересный стиль. Люркер Дэн даже морфится. Очень интересный стиль, у которого всегда, на мой взгляд, было, есть и, судя по всему, будет одно ужасно слабое место. Это апгрейды. И, Блай, просто у меня иногда ощущение, что ненавидит апгрейды, потому что ранних эволюшенов с ГРДА-ми вы от него, ну, просто почти никогда не увидите. Да, как ты уже заметил, Блайу нужно срочно понять, что происходит, и вот разобраться с тем, что происходит. Я не уверен, что вы это уже увидели, но Блай решает использовать Караптеров по их новому назначению, немножечко, так сказать, испортил внешний вид Нексуса на золоте, но, естественно, добиться ничего не смог. Надо понять, что чарджелоты и как-то законтрить этот возможный выход, потому что у Промо там уже, наверное, солидное количество гейтов. И вот такие выходы в лоб с чарджелотами иногда очень неприятно заканчиваются. Для Зерга земля очень быстро рассыпается с этими первыми восьми урона. Никакие апгрейды золотам не нужны, чтобы уничтожать просто землю Зерга, так что Блай в принципе должен иметь это в виду. У него есть, в принципе, возможность заморфить люркеров, так что он в относительной безопасности исключительно также из-за протянутого крипа. И он видит, когда выдвинется вперед Промо и успеет заморфиться, в случае чего Караптер бедный потерян на всех этих фениксов, так что превентивные фениксы против масс-воздуха Зерга все-таки работают, несмотря на то, что Блай построил кучу Караптеров. Да, вот я за это хотел бы сейчас Блая покритиковать. Я, видимо, немного неправильно понял его намерение играть в масс-воздух. Не совсем Караптеры для Муталийского, Караптеры для переходов брудлордов скорее. Но проблема в том, что уже очень много Караптеров потеряно. И вот представь, как много денег во все это инвестировал Блай. И пока мы видим абсолютно нулевой выхлоп. Вот в чем большая проблема. Тем не менее, Протас не спешит лезть вперед. Возможно, как раз в контратаке Блая его смущает. И вот одно из них пытался украинский Зерга отменить сопернику 4-й Нексус. Но пока не удалось это сделать. Собственно, есть немного времени у Блая для того, чтобы заморфить брудлордов. Пока что у соперника нет темпестов. Поэтому в целом как раз ситуация располагает переходов брудов. Ну и мне нравится, конечно, как оба игрока игнорировали апгрейды вплоть до получения всех технологий. То есть, условно говоря, у Probo пошли апгрейды 1-1 после флитбика на пары с торгейтов двух роботиксов и робобея. Но у Блая после Greater Spire апгрейды 1-1. Вот это, конечно. Отличный тайминг. Да, веселуха просто. Идет просто вразрез со старыми, а-ля. Плюс 1 как можно быстрее. Так, давай 10-50, 10-51. Ну почти, ты на 5 секунд впереди. Вот как раз... Все, понял, включая Slowpoke. Да, мы видим, что брудлорды у Блая первые готовы. И вот с этими брудлордами вполне, может быть, у Probo будут серьезные проблемы, потому что он в какие-то такие странные атаки лезет. Ты знаешь, я когда говорил про Чардж, я больше всего опасался не мобильности войск Блая. То есть, у него были караптеры в воздухе и роучи по земле, по сути. Это, мягко говоря, не совсем тот состав войск, который позволяет Зергу бороться с мобильными угрозами. Но суть в том, что за все это время не было ни одного Хараса с варпризмой от Probo, поэтому боялся я Чарджа откровенно зря. В принципе, никак за все это время Probo Чардж не использовал. Серьезных выходов лоб тайминговых у него не было. Первый раз он пошел после появления брудлордов. Какой-то Харас пошел только сейчас, но это Харас, когда зилоты бегут пешком через всю карту. Никакой варпризмы, по-моему, до сих пор нет. И единственное, чего добился Probo, это вот убил одну довольно далеко находящуюся Хэтчери. Да, зилоты там буквально всей кучкой замахали Хэтчери до смерти. И было очень красиво, заобузил вот это место на прямом террасе. Возможность буквально аннигиляции этой базы на хайграунде. Четвертый у Probo, если считать по постановке их. Там такое место, где бруды могут перелетать с одной части суши на другую. При этом никакие юниты, кроме блингсталкеров, оперативно перебраться не могут. И бруды, по сути, в таком, ну почти что воздушном пространстве. Висят в очень такой удобной точке. Probo локацию там бесшансово отдал. Из-за чего остается на трех золото. К таймингу 12.30 должно было бы уже закончиться. Закончился также и мейн практически. И там только натурал может хоть как-то держаться у Probo. А так он практически на нулевой добыче сидит все это время. Да, действительно, сейчас у Probo большие проблемы. Я бы сказал, с экономикой и составом армии. Ты знаешь, если перечислить тех юнитов, которых Probo уже построил в этой игре. То мы получим почти полный список. Есть Дисраптор. Не хватит батона, да? Да, то есть, ну по-хорошему не хватает только... И колосса. Ну их же удалили из игры, как все. По-моему, все-таки Хай Темплеров не хватает. Потому что вот я не помню, что бы они были. Из Дарков клепались Архоны. В смысле, Хай Темплеров и Керреров. Потому что колоссы уже таблички продакшен. А колоссы уже появились, их резко вернули. И ProTos просто собирает полный комплект. Вот там сегодня кто-то что-то вспоминал про Хардстоун. Вот у меня такое ощущение, что Probe какую-то колоду пытается сейчас собрать. Вот. Но проблема в том, что крайне редко работают у ProTos'ов составы армии серии Каждой тварь по паре. И, честно говоря, его микс смотрится очень странно и весьма неэффективно. Что, впрочем, нас может только радовать. Есть, конечно, Темпесты, но за ними начинает охота Блай. У него вайперы, у него караптеры, у него новые лотовские брудлорды. Что это такое? Дисраптеры, конечно, ну настолько не в тему, насколько это вообще возможно. И вот пошел выдергивать Темпеста в Блай. Минус один, минус второй очень быстро. Воидрея пытается наносить урон. И у них, конечно, бонус хороший по всем этим юнитам. Но тут еще есть королевы, которые все хилят. Кстати говоря, шарик от Дисраптера Справедливости ради там нормально взорвался в королев. Но, по-моему, пока брудлорды Блая практически неприкасаемы. Подходят новые сталкеры, но пока их слишком мало для того, чтобы перебить всех брудов. К тому же, не забываем апгрейды. Все-таки не идеальные у Протаса. Даже нет еще плюс три на атаку. В целом, это сражение в пользу Блая. Просто посмотрите на лимиты. Ну, Блая, естественно, деньги на заказ есть. Плюс механика личинок позволяет ему просто шиковать. И надо понимать, что проба 5 на своих трех базах. Это, по сути, 1-0. Именно из этого состояния. Да, согласен. Тут очень сложно будет что-то придумать пробу. Кстати, только что Хай и Темплеры пошли. Поэтому окончательно, официально и бесповоротно в этой игре не хватает только Мазершипа и Кэреров. Для полного комплекта юнитов Протаса. Но что касается Блая, то справедливости Родионта тоже использовал абсолютно весь Ярговский арсенал. Кроме Ревейджеров. Ну и Бейнингов, понятное дело. Ну и сейчас Блаю остается только заканчивать игру. В свою пользу GG 1-0. Да, простите, Блай еще не построил с фармхостов. Но я очень рад, что вы еще помните о существовании этого юнита. Потому что я уже нет. У меня такой вопрос. А Паразитик Бомб наносит ли урон колоссам? Хороший вопрос. Очень интересно. Они настолько не совмещаются экспансионами, что я даже не знаю. Я никогда не видел в одной игре вместе... Ладно, видел. Ладно, вру, видел. Но не обращал внимания на то, как работает Паразитик Бомб с колоссами. Ну, ты знаешь, я не вижу никаких оснований для того, чтобы она не наносила урон. Потому что в описании Паразитик Бомбы говорится, что она наносит урон по воздушным юнитам. Колосс является в том числе и воздушным юнитом. Поэтому, ну, практически убежден в том, что да, конечно. Тогда я не сильно понял, почему там Блай берег там ману на одном вайпере и не кинул Паразитик Бомб, который бы вайдрейф продамажил. Ну, да ладно. Честно говоря, с колоссами эффективнее бороться апдактами, поэтому, в общем... Ну, в общем, там был вайпер с полной маной. То есть там целых 200 четкие были, потому что там не отображалась эта иконка энергии, полосочка. Соответственно, там было ману и на абдакт, и на Паразитик Бомб. Но была, видимо... Просто потерял этого вайпера в хаткеях. Бывает, но... Итак, замес выиграл, заказался. Красиво выиграл. Даск Тауэр с следующей картой. Некоторые считают, что... Ну, точнее, многие считают, что она... Протас Фейворд. Ну, вот, мне кажется, что... Для заргов некоторых стилей, которые любят быстро занимать центр, карта, в принципе-то, весьма и весьма удобна. Тем временем я показываю нашим зрителям, что происходит в параллельном матче с Эролом против Хака. Там тоже матчап за ВП. И там сейчас счет 0-0. Первый сет как раз-таки на Даск Тауэрс. Хак ставит третью базу, играет в два роботикса без таргейтов. Два очень быстрых роботикса, и, видимо, это будет игра через массу морталов. Начало довольно стандартное, от Сэрола не будет никакой агрессии. И, конечно, я буду сообщать вам периодически, что будет происходить в этой игре. Ну, а мы тем временем бросаемся с головой в омут игры Проуба против Блая на этой же карте. 1-0 в пользу украинского Зерга, 1-0 в пользу Блая, которого мы с нетерпением ждем в завтрашнем игровом дне, которого мы с нетерпением ждем в четвертьфиналах. И для этого ему нужно выиграть еще два сета у соперника из Австралии из следующих четырех. Ну, в принципе, мы будем рады, если два из следующих двух. Кстати, на обоих стримах карта Dusk Towers и расположение игроков одинаково. Мне интересно, если выключить полоски игроков... Ну, закрыть никнеймы, смогут ли зрители по игре разделить эти две игры. Да. Возвращаясь к игре Блая, Блая, кстати, проповедует, так сказать, лично для себя безгазовую. За ВП, в отличие от Нерчо, Блая играет так хорошенько от экономики, понимая, что новые тайминги Лотфа... К ним, на самом деле, далеко еще не все привыкли. Наверное, еще немножечко напоменяются оупенинги даже, когда наконец-то разберутся, что же экономичнее. Две хаты до пула или хата-пул хата? Без оверлорда, используя исключительно механику хат, в том, что она дает больше сопла, чем в Heart of the Swarm, и с пулом до третьей хаты у нас будет больше инъекций, больше крипа, соответственно, больше личинок, которые так важны. Но это будет в будущем, Блай же выбирается. Мой, так сказать, любимый опенинг, ну как, мой. Опенинг, который я предпочитаю в Заргах, на безгазовый через пул посреди двух добавочных хат. Он не уверен, я по поводу, кстати, большого количества королев у Блая. Я вот видел то, что Блай тянет крип, но там, по-моему, был только один криптумор в одну сторону и второй в другую, и на этом все, никаких криповых королев Блай вроде как не строил. Вот это для меня загадка, я постараюсь уделить больше внимания именно самому билдарду у Блая, чтобы понять, куда же он девает эти лишние минералы. Ну, справедливости ради Блай вообще никогда не считался таким уж активным распространителем крипа. Он предпочитает уделять время другим вещам, более важным, все-таки ресурс мультитаска весьма ценен, и тратить его абы на что нередко Блаю не хочется. В общем, пока мы видим просто Старгейт в исполнении проба и спокойное развитие от Блая, в то время как в игре Хака и Серла вы видите сейчас такой интересный пушечень от Хака. Новые сентри-морталы из Legacy of the Void, потому что мы помним, с двух роботиксов и с трех баз все это делал Хак, и сейчас у него делается до варп масс сталкеров. Очень активно Хак подмикривает имморталами и сталкерами, но наконец-то реведжерами получил доступ Серал к варпризме, сумел с помощью артиллерийского удара эту варпризму выбить. Таким образом он уверенно отбивается, у него есть четыре локации, он даже не потерял четвертую. Потерял девять рабочих, но у него все равно 67 на 62, по потерям очень сильно позади Хак, и эта игра должна остаться за Сералом. В то время как в нашем противостоянии Проба и Блая Блай вот так вот спокойно просто мимо Адепта и Сентри пробежал с Ербингом. Сейчас у него есть возможность разведать, что происходит тут у Протаса, но как-то... Как-то тут даже и разведывать нечего, честно говоря, очень пусто кругом. Кроме того, сейчас мы видим, что у Проба вот-вот доделается третий Нексус, и, собственно, он начнет уже активнее развивать свою экономику. Честно говоря, пока у Проба как-то маловато рабов, я не знаю, в чем проблема, но вообще к моменту, когда достраивается третий Нексус, там желательно уже иметь 50-55. Только 46 было у Проба, поэтому, несмотря на свой никнейм, он пока его не очень сильно оправдывает, и пока очень хорошее положение у Блая, который своевременно ставится в паровые колонии. Не слишком рано, потому что против Фениксов в этом нет особого смысла, но и слишком поздно, потому что... Не слишком поздно, если бы Блая еще немножечко потерпела, если бы Фениксов было уже там 3-4, то от них, конечно, было бы очень много урона экономике зерга, если бы споры еще не были готовы. Блая активнее в этом сайте, кстати, тянет крип, у него больше активных крип-туморов аж на один, ну плюс доска уже, довольно-таки, располагает только одно главное направление, куда его надо тянуть, по сути, до центра карты, дальше, собственно, можно разобраться как-нибудь иначе, спорки, санки поставить, если... А, кто-то любит пассивное ЗВП, но Блай не сильно водолюбливает, Блай собирается, судя по всему, идти в какую-то, довольно-таки, серьезную атаку, или это типичное Блайское недооценивание апгрейдов? Очень серьезная атака у нас тем временем снова в игре Хака и Серала, на которую мы вновь на пару секунд переключились, но тот уже должен заканчивать игру в свою пользу Серал, потому что Хак пришел во вторую волну, тут кругом куча люркеров, Серал успел еще и построить муталисков, и вновь он прогоняет соперника, у Хака до сих пор нет четвертой базы, поэтому финский зерк действительно берет первый сет и счет становится 1-0 в его пользу, с чем мы и поздравляем 17-летнего Серала, а в нашей игре Проуб прилетел фениксами для того, чтобы справиться с королевами, но вот те самые королевы, которых Аргентум отмечал было довольно много в самом начале, успели накопить ману, помогли друг дружке с помощью трансьюзов, и сейчас мы видим, что довольно спокойно сумел отбиться зерк, никакого урона ему эти фениксы не нанесли, ну а дальше Блай будет играть в очень интересном стиле, еще стиле из Heart of the Swarm, в масс роучей с закопкой и проползанием, и этот стиль мне очень нравится, особенно с учетом того, что у Протаса дальше делаются дисрапторы, и второй роботикс пока не готов. А по закопанным роучам дисраптор уж дает урон, разумеется. Ну дает, конечно, но все равно имморталы очень эффективны против роучей, дисрапторы вот один раз стрельнут, а потом будут долгое время бесполезны, поэтому мне как юниты против роучей куда более импонируют имморталы, и именно по этой причине я не очень понимаю решение Проуба заказывать дисрапторов снова и снова, но правда может не знать, естественно, процесс о том, что там будет продолжение банкета от Блая. У Блая, мне кажется, главная цель сейчас это даже не убить соперника, это вряд ли все-таки... А разменяться, чтобы успел проползти роучами, чтобы не получить такого количества урона. Действительно, его цель сейчас размениваться, но дело даже не в этом. Дело в том, что готовится технологичный переход у Блая, у него скоро будет Люркерден и Инфестейшн Пит, у него есть четыре базы, великолепная экономика, и сейчас он оппонента развлекает оппонента, который сидит на трех, даже, ну, не будет особых шансов выйти на четвертую сейчас у Протаса, и тут, смотрите, как интересно, прямо под дисрапторами выкапывается Блай, ну и Сплит ему очень не удался, к сожалению, но двух дисрапторов он забрал, и Мортала он тоже забрал, посмотрите, какой слабый лимит у Проуба, у него, по сути, половина армии Саплая вот в этих Фениксах, которые висят бесполезным воздушным грузом возле четвертой локации Зерга, Блай расползся по базам Протаса, и это, конечно, тот этап игры, на котором он чувствует себя очень уверенно, потому что именно так он играет едва ли не в каждом ладдерном ЗВП. Там не показалось, или Блай пошел ставить пятую, но ее отменили Зилоты на варпе на этот гейтвей, ибо пятая точно появлялась, но ее сейчас нету, плюс как-то Блай немножечко не успевает сейчас доконтролировать раучей на мейне, занят ситуацией с макро, там два рауча такие под потомкой закопанной, которые вот, вот, через некоторое время достроятся, и раучи, к сожалению, урона толком уже и не нанесут, но Блай готовит, по сути, нормальный Т3, мы, кстати, в прошлой игре не увидели ультралисков при всей их феноменальной броне, с учетом того, что апгрейд, этот уникальный апгрейд на броню может заменить все апгрейды на броню из Эволюшн на слону, и ему будет абсолютно по барабану, и будет прекрасно и так, и вот Блай наконец-то уже на девятой минуте, вспомнив об апгрейдах, заказывает Double Evolution, мне интересно, готов ли шпиль у Блая, потому что вот где-то к таймингу Хайва желательно уже иметь, чтобы иметь доступ к вот, к брудам, да, Блай вспоминает о шпиле, но довольно-таки поздно, ну, такая мелкая ошибка. Ты не думаешь, что он просто вайперов сейчас построит и попробует с ними закончить игру, потому что уже очень большой урон он наносит своему сопернику, на третьей базе сейчас толком проб не добывает, роучи еще и врываются на мейн и на натурал, тут еще большой вопрос, кому этот форсфилд больше помешал, потому что роучи на него плевать, а вот войска протаса в итоге пройти на свои собственные базы не могут. Блай продолжает красиво разводить соперника по нескольким направлениям, в это время одновременно ультралис каерн и 1-1, и какие залпы дисрапторов, слушай, ну, проб хорошо дисрапторов используют, вот мне кажется, что вайперы были бы сейчас очень в тему, именно в качестве противодействия этим юнитам, потому что дисрапторов можно было бы выдергивать и очень быстро с ними справляться. Ну и вот он типичный Блай, такие мелкие пакости, там роучи, здесь роучи, там люркеры, и в итоге протас не добывает, теряет терпение и лезет в атаку. Ну давайте посмотрим, чего тут добьется проба. Ну Блай нужно расплититься в атаке как можно более широким фронтом, чтобы юниты не стейчились и не собирались в кучки. И он не терял на дисрапторах очень-очень много. Блай нужно понять, что вот собрать, не надо, очень плохой элемент. С микро был от Блай, он побежал всей кучкой от дисраптора, нужно было просто разделить армию на две части, не выбрал бы проб, куда взорваться. Из-за этого Блай сильно-сильно страдает в атаке, у него там осталась буквально пара люркеров на поле боя, 22 гидролистка в продакшне. Сидят, готовы прийти на помощь Блаю и спасти эту ситуацию. А тут обсервера нет, поэтому у Блая все хорошо. А был потерян, там спорки были. Да, тут слепую просто стреляет куда-то там в район люркеров прото своими дисрапторами. И, собственно, это единственное, что ему остается, но такими темпами он вряд ли люркеров перестреляет. По-моему, Блай спокойно отбился, и несмотря на то, что лимита у проба больше, мне в целом симпатизирует положение Блая, потому что четвертый Нексус... Он попал четвертую базу. Да. Люркером, да. Нексус... А, ну, в смысле, или пятую. Ну, в общем, локацию под рампой стрель. Какой сплит шикарный был от Блая. Первый, да и второй тоже ничего. Блай очень красиво уклонился от обоих залпов дисрапторов. Ну, и теперь он еще и бросается в преследование, забирает Архонта. Очень хорошо тут отыграл Блая. Прям любо-дорого было посмотреть. Ну, и вот теперь что? Брудлорды все-таки, да, я так понимаю, в исполнении Блая. И смотри, какая у него была, и до сих пор есть проблема. Ну, вот очень сильно не любит Блай апгрейды. У него до сих пор нет даже дальности гидролизком. Я уж молчу про какие-то стандартные апгрейды. Которые у гидры 0.1 на 2.0 протаса. Ну, несмотря на это все, у Блая там продолжаются все эти мелкие пакости. Зерлинги, роучи, люркеры. Вообще любой харасс, который отвлечет пробу от... Пробу от спокойного размеренного выбивания Блая с его локации. Блай все использует. Тут не очень приятная ситуация с тем, что все-таки у Блая голые гидра и люркеры. Приходится ему отчаянно микрить. Как он сплитит, слушай, как он здорово сплитит раз за разом. Великолепно все дело. И там люркеры продолжают наносить урон. Ну, может быть, как-то Блай еще сможет затерпеть. Очень тяжело ему, конечно, он снова шикарно контратакует. Вообще нет экономики у протаса. Там 20 пробок осталось. Тут архонты абсолютно без шилдов. Два дико пробитых. По ним там плюнуть хоть дроном. И они умрут. У Блая морфится 4 брудлорда. У соперника не будет денег на Энтеер. Блай должен затащить эту игру, в которой кажется, на первый взгляд, что у него совсем нет шансов. Но шансы есть еще какие. У Проба, вот что плохо, сейчас есть деньги. Он может сделать еще один мощный довар. Пока Проб не понимает, в чем проблема. Не понимает, на что. Надежда Блая не находит. Он в свое время на брудлордов. Там фениксы какие-то полетели. Откуда они, черт возьми, взялись? Ну, может быть, получится с ними что-то сделать? И ревенджеры под призму. Ну, конечно же, под призму хотел использовать их Блай, чтобы забрать у соперника Доварп. Но как же не вовремя эти фениксы? Откуда они взялись? Как их сохранил до этого момента Проб? Фениксы очень в тему, конечно, для австралийского Протаса. И все-таки, к нашему огромному сожалению, фениксы, видимо, становятся MVP этого матча. Потому что они спасают Проба от сражения с брудлордами. Которое, конечно, могло бы по-всякому закончиться. Может быть, и победы Протаса по итогу. Но, по крайней мере, там у Блая сохранялись бы серьезные шансы. Потому что у Протаса нет экономики. И сложно было бы ему отконтрить этих брудов. Ну, а так мы имеем вот эту ситуацию абсолютно неостановимую. Отныне армия Протаса. GG. И счет становится 1-1. Ну, и мы сразу же прыгаем в матч Хака и Серала, где счеты близко. Пока не 1-1. Счет 1-0. Но у Хака отправляется в бой Дарки. Дарки, о которых Зерк абсолютно ничего не знает. Только-только будет готов Лейер у Серала. И сейчас он понесет огромные потери по дронам. И сейчас вы видите, что только ставятся спорки у Серала. Лейер все еще не готов. Серала ничего не смущает. Он лезет в атаку ревейджерами. Он бросает очень здоровские выстрелы ревейджерами. И все бы хорошо. Но Дарки ведь могут отбить Хака и здесь. Дарки не просто наносят урон в атаке. Забрав, правда, пока всего лишь 8 дронов. Дарки вполне могут отбить Протаса и у себя дома. И, в принципе, именно это и происходит. Очень хорошо похорасил соперника Хак. Тем не менее, лимиты 64 на 90. Несмотря на то, что у Зерга сейчас не было экономики. И дроны катались. Он сохранил потенциал экономический. Сохранил рабочих. Это самое главное. Поскольку у Протаса пока всего лишь 2 базы. И в этой игре Серал еще не сказал своего последнего слова. Ну, как-то Хак не успел воткнуть третью базу из-за атаки Серла под прикрытием Дарков. И теперь... На самом деле, не все так радужно в этой игре. Ибо скоро уже начнут заканчиваться минералы на мейне. Хак ставит третью под прикрытием пилонов. Кстати, Серал сейчас опять, мол, в атаку выдвинулся. Но без Аверсир... Нет, Аверсир все-таки имеется. Значит, Дарк не является такой сильной угрозой. Но там уже появились несколько Имморталов. Есть Архон. И чисто на Реведжерах продавить будет довольно-таки сложновато. Хотя очень хорошая залпа пилонов. Нету вот этого Шелда. Хак. Как же хорош Хак со своими филдами. Да, филды классные. И, честно говоря, мне не очень нравится решение Серала не пробивать эти форсфилды своими же Реведжерами. Я понимаю, что это время. Я понимаю, что форсфилды пробиваются далеко не сразу. Но все-таки, наверное, это имело бы смысл. Получилось бы спасти наверняка больше войск таким образом. Тем временем, кстати говоря, Третинексус у Хака уже почти готов. И он пытается контратаковать здорово Дарком. Но там не повезло Хаку. Потому что как раз мимо пролетал Аверсир. Серал Сиайгировал. Отдал всего лишь четырех дронов. И сейчас Серал идет убивать сопернику третьей у базы. Которая только-только готова. Сюда только-только переведены рабочие. Хак абсолютно уверен в том, что его армия лучше. Несмотря на ситуацию по лимитам. Но телепортироваться, я думаю, здесь было бы действительно странным решением. Мазершипкор, конечно, в такой ситуации Хак не отдает. И продолжается очень напряженная игра у нас с вами. Продолжается очень напряженная баталия у Хака и у Серала. И тут до сих пор непонятно, кто же все-таки победит. Тем временем начинается третий сет и в битве про Уба и Блая. Но так как от Блая в какой-то веке мы видим абсолютно мирное начало. Он не поставил супербыстрый пул. Он едет ставить хэтчери на карте у Лирена. Это значит, что мы можем, наверное, вернуться и досмотреть как минимум развязку этого игрового эпизода. Серал продолжает разбрасывать залпы реведжеров. И ты знаешь, он все время разменивает их очень выгодно. Мне очень нравится, какой крип у Серала. С его натурала буквально уже под натурал Хака. То есть его юниты оказываются на поле боя чуть ли не со скоростью протасовского варпа. Из хаты у Хака на самом деле серьезные проблемы. Несмотря на то, что он так активно уже выходит и чистит крип. Нам отчаянно показывает Даркана Мэйни, который не может ничего сделать из-за кучи спорок повсюду. И как мало того, что, по-моему, отдал Музеркор на залпах реведжеров. А нет, это уже новый. В общем, не до контроля в какой-то момент. Так и сейчас потихонечку отдает тон. Он дерется по частям. Вот здесь он точно не до контроля. Он очень сильно по частям отдался. Он разделил армию почистить крип. И тут его Серал сказал, ну иди сюда, протас. У него действительно часть войска заходила в третью часть войск со второй базы. И очень много на этом Хак потерял. И был дефицит в 30 лимита у протаса. А сейчас лимит мы видим уже на 50 меньше у Хака. И вот так вот смело Серал лезет дальше. Плевать он хотел на таймварп. Он идет до конца. Мискликнул там еще и Хак. Непонятно почему выстрелил в один момент. Но Серал в общем лезть до конца передумал. Делается у него апгрейд на скорость и дальность атаки гидролисткам. Продолжается очень агрессивная игра. Посмотри какое контактное ЗВП. Как мощно лезет вперед раз за разом. Серал не собирается останавливаться. Несмотря на то что вроде бы Хак очень толково защищается. И эту агрессию Серал не думает останавливать. Очень классный залп от ревейджеров. Может быть сейчас он закончит игру. Может быть сейчас его машна гидролистка в ревейджеров и роучи покончит с Хаком. Пока держится канадский протас. Очень упорное противостояние морфицы новой ревейджеры. У нас тем временем, обратите внимание, Блай забежал на мейнг протасу. И сейчас Блай судя по всему просто отключает пилон Проуба. Проуба который был занят совсем другими вещами. Проуба который в этот момент выходил второй Нексус. И ставил внимание Дарк Шрайн. Проуб очень сильно прохалявил. Он решил пойти в быстрых дарков. Убежал вперед первыми двумя адептами. Блай убедительно контратаковал. И я очень надеюсь что он только что успел заметить Дарк Шрайн. Потому что это было по сути главное что он должен был сделать. Ну и кроме того отключив сопернику два гейтвея и самое главное кибернетку. Он просто не дает тому возможности выйти в дарков. Да, сейчас еще раз прибежал Блай. Проверил, увидел Дарк Шрайн. Эта игра должна остаться за нашим соотечественником. А Хак тем временем продолжает отчаянно драться против Серала. Шикарная контратака адептами. Уничтожено 12 рабочих. Адепты пытаются телепортироваться на третью. И Хак все еще пытается бороться. Причем сейчас у него положение уже по-моему намного лучше чем было минуту назад. Но он все таки преодолел технологический барьер в количестве имморталов. Потому как отключен просто Твайлайт и не доделал никак блинк. Он просто замер на половине. Показывает там кстати по ресурсам что Сэрл довольно таки выгодно разменивается. Всего лишь на 2000 больше потерял. Тот точно выгодно разменивается. Сейчас Блай прибегает спидлингами и просто сгрызает вторых Нексус Проуба. Таким образом Протас из Австралии остается на одной базе. И у него единственная надежда уже наверное даже не на Дарков. Потому что Блай все прекрасно видел. А на продолжение агрессии с адептами. Как я понимаю. Потому что делается апгрейд на скорость атаки адептам. Единственное что осталось сейчас Блаю это защититься от атаки Протаса с одной базы. Ну и надеюсь он с этим справится. Хотя конечно сейчас варпаются еще и три Дарка. И вот тут вопрос. Я честно говоря не видел с паровой колонии у Блай. Не есть там на рамке прям стоит где-то. У него правда нет спорки по-моему там внутри. Но Блай тут среагировал просто шикарно. Но три Дарка все равно какие-то сумасшедшие. Сумасшедший урон по экономике. Все-таки нанесли просто потому что Блай вынужден был держать этих Дарков рабами. Да ты знаешь что тут на самом деле сумасшедшие потери. Еще и действительно там спорка не везде достает. Очень плохо все закончилось в этом эпизоде для Блая. 27 на 33 парабам. Дальше был где-то варп адептов. И у адептов еще раз напоминаю есть апгрейд на скорость атаки. Поэтому в этой игре-то на самом деле еще не все закончилось. Но все равно проб на одной базе все это время. Блай кстати шикарно забегает лингами. Сгрызает пробочку. Пробу которая ехала снова ставить эту базу. И посмотрите оверлорд подлетает. Разливает крип на натурале. Блай как может не дает Протасу этот черт от Нексус. Суть в том что единственная база Протаса скоро просто-напросто закончится. Да-да-да. Осталось уже не так много времени. Плюс проб же сидит на увеличенном количестве рабов. Не 16. Он еще быстрее истощает свою минеральную линию. Блай думаю прекрасно понимает что Протас перестроил пробок чем должен был. Вот соответственно чем дольше он задержит его в Нексус. Тем меньше ресурсов будет вообще у Протаса. Две сумасшедшие интересных игры конечно одновременно у нас идут. Мы постоянно в таком режиме переклички находимся. Здорово-здорово там сражается сейчас со своим соперником и Серал. Там по-прежнему Хак и Серал выясняют отношения на релилах к Ресте. Ну а здесь смотри как Блай просто классно отфокусил Архона. Архона на котором во многом строилась сейчас оборона Проба. Тут правда нет Аверсира поэтому Блай видимо будет вынужден отступить. 26 рабочих на 31 дрона у Проба сейчас. То есть он по-прежнему позади по экономике. Но ты знаешь если этот Нексус достроится. Мне кажется что могут быть очень серьезные шансы у игрока из Австралии. Каким-то образом закончить эту игру своей победой. Тем временем своей победой уже вроде бы должен заканчивать игру и Серал. Потому что у него в данный момент 123 лимита на 82. У него есть люркеры которые Хаку убивать абсолютно нечем. Люркеры закапываются уже на третьей базе Хака. Это сейчас его единственная добывающая локация. Хак тем не менее отдал Иммортала на залпе Реведжера. Вот это конечно была большая ошибка. И вроде бы это конец игры для Серала. Там уже 110 лимита на 60. И в это же время 80 лимита на 40. У Блая Блая пришел к сопернику Роучер Реведжерами и закончил игру в свою пользу. Просто тайминговой атакой не до второй базы соперника окупиться. И точно так же в это же время имея те же плюс 40 лимита. Серал осаждает последнюю добывающую локацию Хака. Какие сумасшедшие игры у нас идут одновременно на Дримхаке. И ты знаешь, ну я не понимаю каким чудом, но Хак продолжает держаться в этой игре на пилоне Верчаджах на одном Иммортале. Что вытворяет Хак? На креативе бешеном микро. На небольшом завтыке Серала. На том, что он не перекопал люркеров. На том, что Мазеркор может раздавать по люркерам и Роучерам абсолютно бесплатно. И пока не подошли эти два гидролизка, Хак отогнал чуть-чуть Серала. У Серала четвертый, вот буквально в расстоянии одного плевка до этой третьей базы, у Серала база на одном плевке до Хака. Да, там можно закопать минеральные линии люркера, он будет по гейтвею стрелять, действительно. Хак отправляется уже на ландистанс майнинг, ему больше ничего не остается. Дефицит по лимиту, кстати, немного уменьшился сейчас. Очень много газа у Серала, и он этот газ, понятно, как использует морфореведжеров. Ставит новую базу Серал, тут у Хака давно пилон на гейтвей, на котором он постоянно варпает. Ну и сейчас Хаку снова нужно каким-то образом явить чудо. Он расплетел имморталов, подходят адепты, Мазеркор потерян на залпах реведжера. Это ужасная ошибка Хака, он пытается подойти имморталам, забрать люркеров, но не выходит. И GG, Серал делает счет 2-0 в свою пользу после великолепного ЗВП на карте Лерила Крест. Серал одержал вторую подряд победу, и юный 17-летний финский ЗЕРК продолжает свое шествие по дримхак Лейпци. Кому осталось одержать лишь одну победу над Хаком, и в это же время Блаю остается... Снова возвращаемся на Лерила Крест. Конечно, конечно, снова возвращаемся. В это же время Блаю остается одержать всего лишь одну победу над Пробом для того, чтобы пройти в следующий раунд. Счет 2-1 в пользу украинского ЗЕРГа. Фух, и снова Лерила Крест на этот раз уже в нашем матче. Как-то мы очень сильно прыгаем. Опять, кстати, чем-то очень, ну, похоже очень респаун, и Блай может абсолютно в той же маере ставить четвертую. Ближе к Пробовской третьей, и давить также. Проба вообще любыми составами армии, тем более Блай это любит. К Аверлорду, кстати, в абсолютно правильном направлении полетел Блай, но Проб тоже угадывается с направлением разведки. И Блай, посмотри, Блай играет теперь через мув лингом, он играет через газ, он изменяет опенинг, он не играет четвертый раз подряд через безгазовое. Безгазовое ЗВП считает, что это нецелесообразно, считает, что на Лерилаке с этими широчайшими просто, с этим натуралом буквально в чистом поле, он имеет все возможности подавить своего оппонента лингами и всякими ранними технологиями. Я вот думаю, что если сейчас Блай долетает до Проба, видит, где он расположился, то у Блай, в принципе, есть опция поставить третью, вот туда вниз, ближе к Протасу, и давить его буквально, ну, заказывая роучи с ближней хаты, или они и так добегут. И это очень серьезно сдвинет вот эти тайминги атаки, скажем, какого-нибудь реведжер-пуша с двух газов, где-то на сорока рабочих. Тебе не кажется, что все-таки такая близкая к Протасу третья, это не совсем в пользу Зерга, учитывая возможность похарасить в начале адептами. Это потом, как-нибудь в середине игры, конечно, прикольно давить Протаса, когда тебе до него идти, пара шажков. Но все-таки в начале, когда Зергу хочется халявить, мне кажется, ему более выгодно, чтобы расстояние до бас Протаса было как можно более серьезным, именно поэтому многие Зерги любят кроссы и спауны на картах на четырех человек. Ну, зависит от того, какие планы у Блая. Ну, плюс, да, в начале все-таки хочется похалявить, и Блай, по-моему, едет уже дроном ставить вот эту безопасную третью за камнями подальше от Протаса. Хм, скорость лингом уже на половине. Какое-то подобие стенки у Протаса потихонечку появляется, но стенка с Нексусом внутри себя, так что эта стенка будет еще очень далеко тянуться. Вот, от правой части Нексуса до обрыва, и у Блай будет еще тонна времени как-нибудь похарасить минеральную линию и помешать Протасу адекватно жить. У Блай, по-моему, проскакивает Эволюшн. Да, Блай будет дропать лингов, понимая, что контролить вот на этой карте. Нужно правильно расставлять адептов, нужно кидать пилон оверчаржи. Вон уже проб не выдерживает и ставит пилон прямо в минеральной линии, чтобы обороняться от этих собачек. И все равно, как бы, стенка все еще не закрыта, а тут появляется еще один фронт в виде дропов оверлордам. Ну, естественно, Эволюшн не для каких-нибудь апгрейдов, просто для возможности оверлорду заказать дроп, который у нынче стоит, по-моему, 22 минерала и 22 газа, что резко противоречит всем основам Близзардов, что вся стоимость делится на 5. Что мне дико не нравится, кстати. Ну, видимо, они по газу решили выровнять, так как газ качается в четверках. Ну, да ладно, первые 7 зерлингов, один был потерян в бою. Готовятся уже отправляться на мейн, и хорошо бы параллельно с этим иметь какую-то атаку в лоб, чтобы разделить армию процесса. Ну, там, смотри, 10 зерлингов еще в заказе, то есть... А, они уже бегут? Да, 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 да. У Блая все довольно хорошо продумано, сейчас посмотрим, что из этого получится. Сейчас посмотрим, как отграет в этом эпизоде проб, потому что задумка Блая ясна, и, я думаю, всем понятно, успех его миссии зависит в том числе от скорости реакции протаса. То есть, если проба отреагирует быстро и правильно, то Блай вряд ли добьется чего-то серьезного. Если проб зафейлит вовремя отреагировать и отвести пробок, то Блай может забрать здесь и 10 рабочих. Ну, это, конечно, совсем оптимальный сценарий, но ты знаешь, уже сейчас 3, и более того, рабы, естественно, введены. И в это время на натурал врываются другие зерлинги. Минус 5, минус 6 точно, я заметил там краем глаза. Тут Блай еще чего-нибудь откусит, видимо, пока нет. Ну, 11 пробок за всю игру, я не думаю, что все были убиты за эту атаку, но тем не менее... Ну, атака очень, очень успешна. Оберлорд, тем более, от двух центрей должен улетать, и как бы все зерлинги с мейна сохранены, зерлинги на натурале особо тоже не понесли потери, как бы на ровном месте откусить там почти 10 рабов протаса. Это невероятно круто, у Блая единственное, что ресурсы копятся, и такой неприятный саблайблок целых 4, уже даже 5 верлордов в продакшене, ну, бывает. Это вот у Блая, да, ну, просто он очень много действительно уделяет времени микро, да, да, вот. Для него законтролиться это нормальное явление, к сожалению, у Блая бывает даже там на лимитах а-ля 36-36 саблайблоки, когда он первыми лингами контролит, но ничего не поделаешь. Тем временем Probe приходит адептами, напомню, с апгрейдом на скорость атаки адептами на третью базу к Блаю, пока такое себе микро, мягко говоря, от австралийца, ищи куда-то призму вообще. Это что такое телепортироваться под призму? Новая австралийская мета? Засейвлено, как сказали мы любители некоторых игр. Кстати, все адепты все еще живут, и Блая потерял королеву на вот таких неприятных моментах. Вот именно не люблю эту третью базу исключительно тем, что этот хайграунд, лоуграунд слишком далеко находится. У Блая сейчас роучер, вот, как, всей кучей бегут то на третью, то на мейн, то на третью, то на мейн. При этом нужно просто четко стать, так, я стою к винаме на мейне, потому что они там хорошо стоят роучер, и я иду на третью. И все, и от адептов, по сути, ты отбиваешься. Ну вот, Блайк пока что не разобрался, но сам Probe не решился, так сказать, полностью вкладываться в этот хора, слишком много контроля, видимо. Эти адепты уделяют, требуют к себе, чтобы они реально окупались, так же их можно просто отдать. Шпиль идет у Блая, с учетом того, что Блайк все еще не поставил третий, не третий, пятый, шестой газ на третьей базе, мне вот немножечко выглядит его шпиль странным. Не так уж и много газа у него, в общем, скопится, плюс он сливает весь газ абсолютно, который у него был, 7 Реведжеров, ну, Блайк. Немножечко непоследователем. Реведжеры ему сейчас нужны, мне кажется. Конечно, да, он, видимо, увидел выход Probe. То есть тут смотри, ну, шпиль как бы это задел на светлое будущее, сейчас понятно, что для того, чтобы это светлое будущее было, все-таки имеет смысл подзаказать Реведжеров, потому что, во-первых, Реведжеры помогут справиться с варпризмой, на которой идет до варпа, во-вторых, ну, просто они будут стрелять из-за спин роучей, не будут толпиться, когда нужно будет отбиваться от этой атаки. Ой, сейчас, конечно, с призмой должен быть очень осторожен Probe, по-моему, не знаю, я бы на месте Probe сейчас вообще ушел отсюда реколом, потому что тут очень плохое для протососражение, но пошел до варп. Отличный залп от Реведжеров Блай, но там еле живет на красных хитпоинтах Мазеркор, и, к сожалению, Блай так и не забрал варпризму. Вот сейчас он бросает залпы, есть минус варпризма, хотя бы сюда не будет дотекания, это очень хорошая новость. Все, пуш закончен, по сути, хотя Probe заказывает новую призму, то есть Probe будет собирать, но довольно-таки длительное время дотекания никакого у протоса не будет, и вот просто вот такие забегания в армию Роучер Реведжерами очень сильно ее пробьют. И Блай, кстати, забив абсолютно на адептов, идет фокусить Блинк Сталкеров, которые не слишком расторопно отблинкиваются, и Probe сильно фейлит, очень сильно фейлит. Вот у всех Сталкеров, которые хоть сейчас сериал, там, по-моему, 4 или 5, у них был в откате Блинк, и он их не засейвил. Умница Блай, очень здорово отбивается он в этой ситуации, да, конечно, местами помогли ошибки соперника, но, тем не менее, Блай находится в шаге от путевки в четвертьфинал, очень тяжело будет Probe вернуться в игру, потому что у него нет третьей базы, это сейчас самое главное. Мэйн, опять-таки, смотрите, тайминг 9.20 уже вовсю заканчивается, у Блай 52 раба, которые распределены нормально и добывают полноценно, а вот у его соперника экономика сейчас очень слабая. Все очень хорошо для Блая, главное, вот из этой ситуации не потерять имеющиеся преимущества. Это не так просто, когда тут адепты с апгрейдом на скорость атаки, но все-таки не суперсложно, справедливости ради. Тем временем, в параллельном поединке, напомним, 2-0 в пользу Серала, и сейчас Серал строит как раз много караптеров, делая параллельно люркер Ден, как будто бы вот Блай играет, а не Серал, но в целом там равная ситуация в макроигре, поэтому мы, конечно же, возвращаемся к нам, мы, конечно, возвращаемся к Блаю, который, наконец-то, получил возможность построить своих излюбленных мутолисков, буквально 5 мутолисков для начала, для того, чтобы точно справиться с этой варпризмой, ну а там, глядишь, после того, как Протас выйдет на третью базу, пойдет настоящий Блаевский Харас, туда забежали роучи, туда прилетели мутолиски, здесь вот снова дроп зерлингов, причем тебе не кажется, что это те же зерлинги на том же Эверлорде? Да, это абсолютно те же, с того же Эверлорда, который спасся от двух центрей. Кстати, Блай, вот, ну нет, он все еще достраивает мутолисков, просто, по-моему, правильным решением в такой ситуации построить 6 мутолисков, чтобы отбиться вообще от любого Хараса с призмы, сбить эту призму к чертям и убить по земле. Но Блай как-то перестроил мутолисков до 9, ну это уже количество, которое переваливает за то, которое необходимо для отбития призмы и Хараса. Ну, опять же, Блай просто любит мутолисков, то есть он их будет использовать. Для начала можно отбиться от варпризмы, ну а потом будет и более полноценное использование. Пока у Блая все очень хорошо, мне нравится, как он здорово использует крип, то есть крипа у него вроде бы немного, согласись, но при этом он так интересно расположен, что, в принципе, Блай почти всегда находится именно на своей территории, в том числе сейчас он дерется на своей территории. Абсурдный блинк проба вперед, который, по-моему, ставит крест на этой игре уже окончательно и бесповоротно. Проб просто на этом блинке отдал почти всех своих сталкеров, и мы поздравляем эйстер Блая. Украинские прогеймеры выходят в четверть финала DreamHack Leipzig 2016, и мы с огромным удовольствием поздравляем Блая. Это замечательный успех, теперь мы посмотрим на матчи Блая завтра, ну и, вероятно, мы завтра посмотрим также на матчи Серла, потому что сейчас у него уже и в третьей игре против Хака есть неплохое преимущество, есть и плюс по лимиту, есть и замечательный состав армии, есть даже преимущество по апгрейду, обратите внимание, плюс два на плюс один, и идет осада четвертого Нексуса, Хак пытается его отбить, не дофокусил чуть-чуть Серл сам Нексус, забрал, по-моему, только что апсервера Зерк, но сейчас прилетает еще один опс, и его тоже успел райт-кликом, по-моему, забрать. Зерк шикарно играет в этом эпизоде Серл, еще один опс, и его тоже забирает Серл, а люркеры по-прежнему на поле боя. Да, ты знаешь, вот эта связка Караптера плюс Уверсира, она, конечно, ужасно бьет по протасу, когда у Зерга много люркеров. Называется, кому-то не хватает сканов в такой ситуации, тут еще Архона красиво снайпанул Серл, мне просто какие-то хочется хохотать от того, как же хорошо тянет Серл крип в этой игре, я там посмотрел, он сначала вроде наошибался, вот на Orbital Shipyard, если вы Зерк, и вы поставили третью, обязательно поставьте криптумор вот рядом с камнями. Крип упадет через камни сразу же, и вы сможете сбросить туда криптумор, и это самое важное направление на этой карте, потому что вы туда будете ставить четвертую, а Сэро вначале тянул крип, вот как его обычно, тянут туда, в сторону вражеской территории, по которой обычно никто не ходит, там четвертую никто не ставит. Опа, вот и караптеры, вот и их обилкой, они уже, по-моему, успели разогреться, так сказать, поэтому посмотри какой ДПС, посмотри какой ДПС у разогретых караптеров, они вот первые... Здравствуй, Нексус. Да, они первые несколько секунд наносят небольшой урон, а потом они просто в секунду забирают здание, вот просто в секунду. Вы видели, что с Нексусом произошло? Он просто разлетелся в хлам, и это, конечно, красота. Да, в общем... Караптеры, конечно, пострадали за свою наглость. Ну, они сделали свое дело, они могут уходить, а тут Микос какой! Какой великолепный Микос от Серала! Он поймал эту часть войск хака, и он с ней может очень выгодно разменяться. Люркеры были не вовремя закопаны, правда, но в целом Серал разменялся очень здорово, у него по-прежнему большое преимущество в этой игре. Может быть, сейчас оно не совсем материально, но посмотрите, там делается уже Грейтер Спайр, и третий апгрейд на атаку, то есть Серал снова будет впереди по экономике. И хороший запас по деньгам у него есть, и Крип как хорошо по карте растянут, и локации очень здорово идут вперед у Серала. То есть, вот преимущество... Единственное, что ему не хватает, так это вот буквально парочки вайперов на поле боя. Можно разобраться с этим воздухом и больше о нем не вспоминать. Согласен, да. Вайперы бы здесь не помешали, но опять же хочу подчеркнуть, что преимущество Зерга нематериально, оно не в цифрах выражается, но оттого оно не менее существенно, потому что, поверьте, за Зерга играть очень комфортно, когда вот так вот почти вся карта затянута Крипом, пусть даже там свои базы соединены не идеально. Идет снова вперед Хак, но у него Имморталы без барьеров, поэтому им тут мало что светит в этом сражении. Приходится сейчас разворачиваться Хаку, но он не дает сопернику атаковать свою четвертую, за исключением одного несчастного пилона и газилки, которые на красных хитпоинтах, поэтому в целом ничего страшного, конечно, не произошло пока для Хака. Это, посмотри уже, какая шестая по счету локация Серова. То есть он себя чувствует на карте очень комфортно, и он уже заказывает брудлордов. Вот единственное, чего мне кажется, не хватает Хаку. Вот, да, я понимаю проблемы, но вот я за игру не увидел ни одного Шторма, пока он посматривал, и мне кажется, это такая серьезная ошибка. Шторм все-таки не заменился вот в современном ЗВП. Какие Микозы, посмотри, шикарные, просто вот сюда бы, опять же, еще Вайпера и связка Микозы плюс Паразитик Бомбы легко расправилась бы с Воидреями, а так Воидреи живут, начинают фокусить брудлордов, подлетают караптеры, и вот теперь уже Воидреев начинается. Проблемы. Хак разлетается, 170 лимита на 100, 3-0, или пока не сдаемся. Конечно, Хак хочет еще побороться, это его последний шанс, это его последняя надежда продолжить игру на Дримхаке, но вот 22 гидролиска в заказе, это как раз реализация того преимущества Зерга, о котором мы говорили, показывают нам ветерана Иммортала, 22 киллса у него. Боюсь, что этот Иммортал уже не принесет Хаку победу. Ну вот, очень неудачно вышел Хак, он подумал, что все, я могу хоть как-то подавить Зерга, но его тут же приняли, вот как только Хак ступил хоть каким-то, хоть одним зилотом на этот крип, все, его тут же приняли, инфестеры подлетели, брудлорды, у Хака просто не складывается в этом сайте ничто, тут еще гидролиски очень красиво размикали этих зилотов, они так расплетились, по итогам не получили почти никакого дэмэджа, тут бруды из антиэра, у Хака остается Архон и Вайдрей, но и они заканчиваются, и это 3-0. Нескончаемый поток гидры подходит от Серала, и, конечно, с этим Хак уже ничего сделать не может, очень талантливый 17-летний Зерг побеждает в этом противостоянии, мы предупреждали вас, мы говорили, что Серал уже сейчас свои 17, один из лучших Зерга в Европе! Продолжение следует...